Сейчас я попрошу принять участие в голосовании. Итак, кто считает, что коррупция неистребима и поддерживает Юрия Ваксмана, после этого, что истребима и поддерживает Олега Нинилина и Алексея? Сначала голосуем за Юрия Ваксмана. Кто считает, что коррупция неистребима? Поехали. Раз, два, три, четыре. Женя Кузнецова. Итак, 26 человек за то, что коррупция неискоренима. За то, что с коррупцией можно что-то сделать. Поехали. Кто готов? Раз, два, три, четыре, пять. Итак, коллеги, 25-15. Ну что ж, Юрий и Арсений, ваша позиция победила. Аплодисменты. Аплодисменты. К сожалению, но мы ничего с этим не можем сделать. А сейчас я попрошу дать свои короткие комментарии. Алексей, ваш короткий комментарий. Да, очень было сегодня, с одной стороны, интересно послушать, а с другой стороны, конечно, не было спора. И согласен с Александром, что, наверное, каждый из вас был прав в чем-то. Вообще, в целом, да, что хочется сказать. Коррупция истребима, зря вот так. Конечно, истребить полностью ее в России невозможно. Это исторически предопределено. Это, ну, история России с этим связана. Но сузить ее и уменьшить можно. Абсолютно верно сказали про детей, про поколения. Да, если наши дети сегодня выросли на том, что в 90-х показывали по НТВ, вот эти все фильмы, где все подряд все брали взятки. И, конечно, наши дети вырастут, увидев это, на том, что, да, вот как это все делалось и как это все происходило. Чтобы это истребить, нужно сейчас, конечно, составлять нормальную программу, в том числе учебника, вводить, может, даже какой-то предмет по поводу того, что необходимо истреблять, как не давать, что делать, почему. Культура вообще в целом, да, поднимать этику. Ну и, конечно, правовой нигилизм. Вот это, честно скажу, в России самое горе – это правовой нигилизм. То есть пока у нас отсутствие нормального образования юридического не будет у нас в головах, не будет таким образом, чтобы все понимали, что, как и зачем все это стоит, да, вот знали статьи Уголовного кодекса все, почему и как, и вот поэтому и будет все это происходить. Так вот, правовой нигилизм, воспитание, этика, когда это все будет, тогда и мы начнем бороть коррупцию. Ну и, конечно же, конечно же, если мы сравним с другими странами, врач должен получать минимум 100 тысяч, учитель должен получать минимум 100 тысяч, сотрудник полиции должен получать минимум 100 тысяч. Минимум, это я говорю о минимализации, да, не говоря уже об остальном. Алексей, мы поняли, спасибо. Но ни в коем случае я закончу. Алексей, мы поняли, что вам нельзя давать микрофон. Ни в коем случае не давать огромные зарплаты руководителям больших предприятий типа Газпрома, энергетикам и так далее. Вот только тогда вот в компоненте мы придем к нормальной человеческой системе. Как это в Голландии, как это в Канаде, в странах Скандинавии и Австралии. Вот только благодаря этому. Спасибо большое, аплодисменты. Вот, да. Дима Соколов. Да, значит, что здесь можно сказать? Конечно, практически, практически при нынешнем руководстве нашей страны коррупцию не истребить и можно забыть про это. Даже спора не было, вы обратили внимание? Теоретически, теоретически это сделать можно. Каким образом? Ее нужно сначала минимизировать. Опять же, каким образом? Нужно создать благоприятные условия для работы бюджетников. Благоприятные. Поднять зарплату, расширить площади, сделать все намного лучше. Для чего? Для того, чтобы бюджетнику, чиновнику не было смысла брать эту взятку. Зачем? В любом случае, сколько бы ты ни зарабатывал, всегда будет мало. А для этого я предлагаю... А для этого я бы предложил вот что. Для того, чтобы вообще истребить коррупцию, нужно показать, как за нее наказывают. Провинился Сердюков. Китай. Стоп, да. Провинился Сердюков. Путин. Ко мне. Поставили к стене, расстреляли на все телекамеры, показали. Пять таких примеров. Уверяю, никто воровать не будет. Дмитрий. Дмитрий рожден уже не в СССР, кстати. Стреливают и все равно дают и берут. Вдруг не Сердюков будет, а в лошоку этой стенки. Самое большое количество страха во время в казнике. Коллеги, у нас прямо к стенке без приговора не выставляют. Я извиняюсь. Жестокость наказания – это не решение проблем. Что мне было интересно, когда я смотрел на голосование, я бы хотел сказать, что как раз молодежь, на которую Юрий Михайлович возлагает надежды, считает, что коррупция неистребима. А люди более зрелые, более пожившие, считают, что ее можно победить. Я тоже обратила на это внимание. Мне кажется, вот это очень важный момент. И, может быть, именно эти люди научат все-таки молодежь, как победить коррупцию. Что еще хочется добавить? Поскольку я все-таки действующий сотрудник органов внутренних дел, я хочу сказать, что у нас в системе сейчас, ну, как сказать, заказ, не заказ на борьбу с коррупцией есть. То есть… Заказ, то есть вы нам говорите, да, что… Ну, общественный заказ. Я бы назвал это так вот. Общественный заказ. Интересно. То есть эта тема, она имеет большое значение сейчас. И любой человек, который к нам обратится, он может рассчитывать на помощь органов внутренних дел в решении своих проблем, связанных с коррупцией. Я говорю это ответственно. Открыто и на камеру. Ответственно, да. Арсений. Я подойду. Да. Вдруг… Человек, который вымогает у Арсения взятку. Посмотрите на нас, пожалуйста, мы вас найдем. Обязательно. Так что лучше у Арсения… Ну, и еще, что бы мне хотелось сказать. Конечно, Юрий Михайлович прав в том, что это процесс длительный. И мы, в принципе, уже видим, что общественные нравы, они меняются. Я говорю не применительно к коррупции, а применительно ко многим сферам жизни. И вот это вот, ну, может быть идеалистично, но некоторое улучшение человеческой природы, оно происходит. И в конце концов мы будем жить хорошо. Спасибо. Спасибо. Через 200 лет мы будем жить хорошо. Я думаю, раньше. Раньше. 100. Ну, хотя бы 100. Хорошо, спасибо вам большое. Это было дебат-шоу по чесноку. Обо всем без цензуры. Встретимся через неделю. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»